Хорошо, Абазь, вот мне теперь интересно, вот вы сказали о Путине 2.0, ну не будем произносить, кто это мог бы быть, да, то есть я точно не знаю. До победы Украины, до выхода к границам в первую очередь 1991 года, до всех этих, вот еще идут военные действия, да, процесс деоккупации Украины, потенциальный Путин 2.0 примет условия Зеленского, вот эти 10 пунктов, которые он представил в Евросоюзе, которые он назвал обязательным и для начала перемирным. Смотря кто это будет, значит, и смотря на каких условиях он придет к власти, смотря в каком состоянии будет российская армия к тому моменту, состояние общественного мнения в России. То есть надо понимать, что, значит, следующий, кто придет, он точно будет зависеть от общественного мнения гораздо больше, чем Путин, но его позиции будут, значит, относительно слабые настроения в элитах там и так далее. На эту ситуацию будет влиять множество факторов, значит, сейчас уверенно сказать невозможно, но, значит, скорее всего, с большой долей вероятности можно будет говорить, что этот человек в целом будет гораздо менее жесткую позицию в этом вопросе занимать, чем Путин, конечно. Понимаете? Потому что сам по себе в путинский курс на конфронтацию с Украиной и на конфронтацию с окружающим миром вообще, в более широком смысле слова, он уже себя не оправдал, он завел, он уже в пике ее ресурсы, значит, внести к исчерпанию. И долго продолжать в таком состоянии страна не сможет, скорее всего. Ну, режим не сможет. И это, понимаете, все более-менее. Если на какой-то момент, на какой-то срок власти прорвется какой-нибудь неадекват, который этого не понимает, ну, он просто долго власти не удержится, и все. А есть такие, кто вокруг Путина, я не знаю, кто, кто может быть дорваться такой, неадекват, к примеру? Не, они все ведут себя как в сети, да, то есть трудно понять, что у них там в глубине души, но поскольку Путин себя ведет вот так, то они все себя ведут вот так. Посмотрите на них на всех, что там, значит, Володин Кириенко, значит, Турчак пьет. Да это полно, полно этой публики.